Приветствую, друзья и гости канала, всем огромнейший привет и сегодня настало время заснять для вас Ну и первый объект, который мы с вами посмотрим, по федеральным законам 214, который строится, точнее уже почти построился, уже все здесь готово, посмотрите, как здесь красиво Это объект апартамента Крымский, и конечно же мы оказались в жилом комплексе Посейдон, как многие говорят, он немножко недооценен, потому что цена на него сейчас действительно ниже рынка Без ремонта минимальная стоимость квартиры в данном доме всего лишь, сколько? 6 миллионов 300 тысяч, и это дешевле, чем, к примеру, в Крымском Итак, ребята, гармония, гармония четвертая, есть гармония третья построена, гармония вторая тоже построена, все как и по федеральным законам 2014 Ну ценник 160 тысяч рублей за квадрат, 50 квадратных метров всего лишь за 6 миллионов 400 И как вы видите, это хорошая, правильная, грамотная форма, отдельно уже есть санузел, над которым уже колхозить не нужно Соответственно, можно сделать одну спальню, можно сделать вторую спальню, и получится кухня такая, кухня-гостиная Ребята, самое интересное, что в Новой Заре застройщик женщина, застройщик с Хабаровска, и сразу чувствуются нотки в этой женственности В каком смысле? Посмотрите, да, опорная стена, она как бы есть, но опорной стены нет, потому что очень много зелени, все красиво сделано, все просто безупречно Давайте попробуем поставить квартиру в 48 квадратных метров, девочки, и давайте мы с вами посмотрим, что же такого интересного будет в Гранд Парк 35 квадратных метров можно купить за 3,360, это будет второй этаж Если же мы берем с вами что-то более-менее с видом, это 62 квадратных метра И ценник будет, например, на пятом этаже уже 94 тысячи рублей за квадратный метр Жилой комплекс Мердиан, интересный жилой комплекс, построили кемеровчане, все сделали хорошо Оставило здесь несколько квартир, не смог дозвониться в отдел продаж Добежали мы с вами до жилого комплекса Лидер Сразу скажу, минимальная стоимость квартиры из 4 миллиона рублей, это низкие этажи Если мы берем верхние этажи, то, конечно же, ценник становится в разы, в разы выше А мы с вами продолжаем культурный поход И сейчас мы с вами как-нибудь развернемся И спокойно, 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 спокойно Сможем проехать не куда-нибудь, а сможем проехать именно куда, ребят? Все правильно, в сторону жилого комплекса 1, 2, 3 В общем, стоим мы с вами на развороте, как бы не самый лучший Итак, по поводу лидера, однозначно домик будет гораздо выше, чем рядышком с ним здесь ближайшие конкуренты По одной простой причине, ну, как бы подход у застройщика такой Я его знаю лично, нормальный застройщик, хорошая у него репутация И он сделает все возможное и невозможное, чтобы дом по-настоящему был красивый Чтобы доме не стыдно было Ну, бывают, знаете, бывают застройщики, которые к каждому своему дому относятся, как, не знаю, как к своему личному дому Которому хочется похвастаться перед своими родными, близкими, в конце концов, перед друзьями Вот это и стоит категория Поэтому дом будет однозначно интересным Не снимал я его до этого, были у меня там определенные причины Но посмотрим, ну, как бы, объективно, как бы дом хороший, объективно Ну, ничего не могу сказать плохого, тем более, увидели жилой комплекс «Звезда» Может быть, посмотреть там видеоролики недели давности Вы просто обалдеете, как все хорошо делает застройщик Какой у него правильный и грамотный подход Мы сейчас с вами пройдемся в сторону жилого комплекса раз, два, три Я думаю, мы там с вами особо ничего не сможем посмотреть Потому что те объекты, которые не сдались Нет смысла их пиарить Потому что уже все сроки просрочены Ну, вот, например, те объекты, которые на данном этапе сейчас, мягко говоря, встроятся все хорошо Я вам еще сейчас покажу Итак, давайте мы с вами сейчас посмотрим жилой комплекс раз, два, три Улица Конституции Вот здесь мы поворачиваем Кстати, надо заправиться Тоже, в принципе, хорошая дорога, но тоже то чувство, что ты находишься в промо-зоне, тебя не покидает И вот мы с вами видим Донская на горе Донская, злая Донская Люди уже пытаются загорать как-то Может, просто жарко стало Потому что за бортом у нас плюс 24 градуса Соответственно, здесь вы можете провести в том числе и коммерческие помещения Но самая проблема, что это огромнейшее просто общежитие По-другому я к ним не зовешь Очень много квартир Даже сейчас, когда у нас эпидемия коронавируса Припарковаться здесь нереально Ни во дворе, ни рядом, что все здесь забито Поэтому, поэтому жесть Скоро сдачи дома Вот так у нас здесь вторым рядом встают Непонятно как Это жесть жестянская Я даже не знаю, как на пешеходном переходе Ну, это диагноз, ребят Прада – это диагноз Просто на пешеходном переходе встал и по-барабану Вот я вижу, что здесь зелтора бегают, суетятся В общем, мы даже здесь припарковаться нере не можем, чтобы снять какой-нибудь небольшой обзорчик Места для инвалидов О, наконец-то Давайте мы с вами сюда встанем Нашли мы с вами одно место И попробуем с вами заснять Ну что, ребят Жилокомплекс 1, 2, 3 Два корпуса зоны Один корпус не сдан Тот вариант, где корпус не сдан Цена 125, 130, 140, 140, 1200 квадратный метр Поэтому можно сейчас приобрести и подождать так далее Почему мне данный жилокомплекс не нравится? Ну, первое Это, конечно же, вот вы сейчас видите Припарковаться здесь просто невозможно Особенно вечером Это просто жесть жестянская Лифт дождаться очень тяжело Потому что изначально проект был сделан Под одни квартиры, они должны были быть большие Потом их взяли, немножко разделили И тем самым количество квартир не соответствует парковочным местам Которые можно, в принципе, позволить в данном жилом комплексе Есть, конечно, тротуар Вот по этому тротуару можно спокойно дойти до торгового центра Моримол Ну и вот мы что видим, то видим Очень много здесь возможных продаж, перепродаж Потому что тот случай, это когда у людей были бестолковые инвестиции Почему? Ну, потому что внутренняя конкуренция просто огромнейшая Одно дело, когда ты продаешь квартиры И у тебя всего лишь там 10, не знаю, там Ну, не 10, там, ну, образа 100 конкурентов 100 потенциальных квартир Другое дело, когда у тебя 2000, 2000 конкурентов 2000, которые каждый хочет по-своему заработать и так далее И одни зарабатывают тем, что они ставят цены примерно как у застройщиков Другие, соответственно, допингуют И считают, что, например, за 2 года заработать 10 тысяч рублей в квадратный метр Это круто Поэтому, ребят, что я могу вам сказать Мне лично, мне лично данный жилой комплекс не совсем зашел Хотя локация, в принципе, неплохая По поводу того, можно ли купить Можно, если есть время подождать Если вас все устраивает Если вы, например, будете работать в полиции Вот здесь рядышком, да, вот здесь ДПС Здесь, опять же, есть много чего интересного Можно выйти и вдоль речки пройти Это тоже огромнейший плюс Но ценник, конечно же, хочется, чтобы был пониже В любом случае Засрочный, кстати, порядочный Некоторым людям Из-за того, что затянул сдачу Он организовал В свою очередь Там повесили спид-систему Кому-то еще что-нибудь Вот, в общем, с каждым С каждым дольщиком Он нашел общий язык И это не может не радовать Поэтому Что я могу сказать Ну, застройщик молодец Просто бывают некоторые жизненные обстоятельства Которые мешают Тому или иному педагогическому процессу Надеюсь, что дом сдастся Потому что дом по-настоящему, смотрите, большой Интересно Очень много здесь людей Которые в данный момент являются обманутыми дольщиками Очень много людей И, конечно, мне хочется, чтобы этих людей становилось все меньше Меньше, меньше, меньше Но проблема Это, конечно, парковка Вот, здесь желтая линия Здесь пора ехать невозможно И при условии, что у нас один корпус А это, как минимум, 500-200 см Еще у нас не заселен Ну, и, соответственно, учесть, что у нас Заселен у нас не так много По сути, заселен только всего лишь там на 40% И уже припарковаться здесь просто невозможно Ну, так бы так Поэтому думайте сами Делайте свои определенные выводы Лично я считаю, что Если вдруг нравится локация Устраивает То можете рассмотреть Ну, домик интересный Домик интересный Но Хочется, что в общежитии тебя не покидает Ну что, уважаемые телезрители Мы с вами потихонечку двигаемся дальше Потихонечку мы сейчас с вами развернем И мы в свою очередь Нас уже ждут Мы в свою очередь сейчас Отсюда проедем другую местность Другую локацию Даже перед зданием полиции Даже вот здесь вот нас стоят полицейские И видите, ничего не обращают внимания Ну, как это? Что это такое? Что это? Ничего, просто машет головой Просто машет головой Вот показывают, что это? Почему я должен прямо перед ними Выезжать на сплошную линию Вот они стоят, да? Вот стоят три автомобиля Желтая полоса Один из них Один из водителей сидит Ну, подойди ты, сделай замечание Это же Почему вот я должен сейчас выезжать на встречку? По идее, в принципе Может меня спокойно Оштрафовать на 3000 рублей По правилам дорожного движения На 3000 рублей может Ну и что, что мне стоит препятствовать? Ну и что, что я объехал? Все Ну, по лойке Понимаете? Ладно Здесь, конечно, ситуация не очень красивая А мы с вами давайте пройдемся дальше Посмотрим, что же еще можно купить А мы вот сейчас вниз так ныряем И попадаем на улице На улицу На улице, не по-русски говорю На улицу Конституции Именно здесь я по утрам бегаю Здесь мы с вами уступаем дорогу Само собой, разумеется Но с этого С этой дороги у нас обычно с утра пробка Ужаснейшая И поэтому все организуют искусственно два ряда И не то же, чем не уступает Еще и второй ряд Еще и нарушает Как видите, да У нас туда водят до ума скамеечки Красят, все делают Все красиво В общем, молодцы Кто-то скажет Макс, а зачем? Ты едешь в центр Что ты там хочешь нам показать? А в центре у нас есть Жилой комплекс Который называется Сокол Но в Соколе, наверное, нет смысла До Сокола доезжать Нет смысла доезжать до Сокола Потому что там ценник, мягко говоря, не совсем адекватный Это первое А второе У нас есть жилой комплекс Огни-Сочи Ну и знаете Тут случай, когда и Огни-Сочи тоже не совсем адекватный ценник Давайте мы посмотрим сейчас Почем стоят у нас квартиры в Огни-Сочи Кстати, у меня там есть квартиры с ремонтом Я снимал для вас обзор Можете найти у меня на канале Если вдруг кого-то интересуют квартиры с ремонтом в Огнях-Сочи Пишите мне Я с большим удовольствием вам пришлю ссылочку Итак, мы сейчас с вами посмотрим 50, к примеру, 8 квадратных метров без ремонта стоит 9700 У меня есть варианты с ремонтом 51 квадратный метр стоит 10800 без ремонта У меня есть эти же деньги с ремонтом Есть 47 квадратных метров на 13 этаже Цена будет 9 миллионов 44 Это под 200 тысяч рублей за квадратный Я понимаю, что многие из вас скажут Макс, ну ты дурак, что ли? Какие 200 тысяч рублей за квадрат? Ну ты нам показываешь что-нибудь по 100 тысяч и так далее Но все равно давайте я покажу вам эти объекты Чтобы вы понимали, что такие объекты есть Внутри заходить не будем Не будем терять время Потому что очень мало людей, которые готовы отдать за данный жилой комплекс Такую сумму Ну опять же, да Если, например, мы возьмем с вами Мы уже с вами сегодня посмотрели Посейдон 75 квадратных метров за 13 с ремонтом Либо взять жилой комплекс Парк Ой, либо взять жилой комплекс Который называется Огни Сочи Ну, ребят, да вы хоть убейте меня Я-то взял бы лучше Посейдон Все-таки Посейдон мне больше нравится Посейдон больше по душе Здесь пропустим женщину Или девушку Кто-то кого-то наехал Яичники Даже пристегнутые Ну и вот смотрите Сейчас я доеду с вами до жилого комплекса Сокол Соколи тоже там цена, мягко говоря, неадекватная Но выбирая между огнями Сочи и Соколом Я выбрал бы Сокол Выбирая между Соколом и Остров Мечты Я выбрал бы Остров Мечты Ну, бывает такое Вот, к примеру, мы сейчас с левой стороны будем проезжать Остров Мечты Остров Мечты хоть немножко и дальше находится по отношению к центру Но зато здесь нормальные подъездные пути И, кстати, здесь квартирка есть 75 квадратных метров всего лишь за 15 Ой, за 15, они же подняли цену За 16 миллионов рублей Еще раз повторюсь Ребят, кто со мной работает Кто, чьи квартиры я показываю, рекламирую Если вы вдруг поменяли свои ценники Если вы вдруг подняли цену или что-нибудь Пожалуйста, напишите мне Чтобы я тоже, в свою очередь, переснял ваш объект Потому что некрасиво получится Получится подстава подставой Вот жилой комплекс Сокол Да, 16 миллионов, можно купить квартиру в 75 Даже не 75, а 80 квадратных метров Но если нужна квартира для отдыха Эта квартира, мягко говоря, не подойдет Да, рядышком есть сквер, где у нас вечный огонь Да, есть правая сторона стоматология Кстати, это Олег Очень такой интересный врач Специалист, действительно эксперт в своей области Его я рекомендую Называется у нас Стоматология перфектум Да, в переводе улыбка Поэтому рекомендую его Я думаю, что останетесь довольны Ну и вот, смотрите Сейчас мы с вами потихонечку По таким дорогам Это все-таки мы двигаемся с вами По, так скажем, так называемому центру Это даже не за вокзальный район, это центр Лично мне здесь немножко не нравится Поэтому, если, например, до острова мечты Еще как-то с дублером можно съехать И как бы быстренько преодолеть расстояние То вот здесь, например, до жилого комплекса Сокол Ну, как бы, мягко говоря, дорога оставляет жать лучшего Жилой комплекс Сокол мы сейчас тоже с вами не попадем Потому что там у них закрытая территория Сейчас что-то там внутри все хорошо, все классно Но ценник, ребят, вот он, да, у нас Вот он, с левой стороны заезд Жилой комплекс Сокол Но цена, мягко говоря, ненормальная Чтобы вы понимали Жилой комплекс Сокол у нас от 200 тысяч рублей За квадратный метр Ладно, 188 тысяч минимальная цена Но если берем с вами какие-то более-менее высокие этажи Например, 11 этаж возьмем Цена 255 тысяч рублей за квадрат 255, бро 255 И сейчас еще раз посмотрю 255 А если мы берем с вами 13 этаж То цена уже 270 тысяч рублей за квадратный метр А если мы берем с вами маленькую площадь И еще и верхний этаж То цена 285 Конечно, цена, мягко говоря, ненормальная Я с вами соглашусь Цена неадекватная Поэтому давайте мы с вами пройдемся немножко дальше Там я акцент на это делать не буду Но есть нужна большая квартира в жилом комплексе Сокол У меня есть квартира от инвестора И примерно по 200 тысяч рублей за квадратный метр На высоком этаже С видом на море Я могу вам продать Что это такое? Что за звук такой? Как будто война началась Здесь мы с вами сейчас Раедем по улице Горького Здесь тоже я уже бегал Здесь на нашей гнездорожной поликлинике Покажу вам также, где находится жилой комплекс «Огни» в Сочи С правой стороны железнодорожный вокзал Убрали всякие кабинки досмотров Начинает доубирать И, соответственно, он хочет у нас развернуться через две линии Да, я вижу Таким мы не даем возможности нарушать две сплошные линии Потому что, как бы, я считаю, это некрасиво с моей стороны Я его сейчас пропущу, а кто-нибудь на встречке его собьет Да, он вот так вот раскоячился Вот так вот И он сейчас через две сплошные линии хочет уехать в сторону морского вокзала Ну, дает это диагноз Едем с вами дальше И посмотрим, что же у нас еще осталось Лидер посмотрели, Каньон 3 посмотрели Гранд посмотрели, Новая Заря посмотрели Гранд Парк посмотрели Огни Сочи мы сейчас с вами доедем Посидом посмотрели Шоколад, блин, я думаю, нет смысла показывать Гармонии 4 посмотрели Мердиан посмотрели Каскад на Гончаро посмотрели Три Капитана посмотрели Раз, два, три посмотрели Сокол посмотрели Крымский посмотрели Туапсинский показывать не буду Потому что это зашквар Фазотрон не буду, Эльсинор не буду Вега не буду По сути у нас остались только два объекта Которые построятся Либо построились по федеральному закону 214 в Сочи Это у нас жилой комплекс огни Сочи И это у нас жилой комплекс шоколад Посмотрим сейчас до огни Сочи доедем Есть там свои моменты, которые мне не нравятся В огнях Сочи В общем попробуем мы с вами Это все посмотреть Да за Само собой разумеется Эта часть дороги мне безумно не нравится Потому что Летом здесь пробки гораздо больше Плюс мы сейчас едем с вами в идеальнейших условиях Обычно здесь пробка есть Ну сколько там, а она недолгая 10 минут максимум, 10 минут Но все равно неприятен тот факт Что 10 минут вам приходится Как бы стоять без каких-либо движений Это конечно уже минус Ну и вот да Вот так сейчас у нас через две сплошные линии Таксист тоже развернулся Через две сплошные линии Мы не увидели, но это так Просто вот когда тоже сигнал был Он просто берется и через две сплошные линии развернулся Именно поэтому здесь очень тяжело передвигаться Потому что ты не знаешь Когда перед тобой кто-нибудь развернется Или когда у тебя по встречке появится кто-нибудь В лобешник Ну а так бы так, ребят Кто-то спросит Макс, а как же у нас Бытха? А как же Как же у нас Мацеста? А как же у нас Светлана? Ну, ребят Это тоже у нас Сочи Но это уже Хосинский район Его я покажу в отдельном видеоролике А здесь мы снимали с вами сегодня Именно те варианты Которые находятся в центральном районе Центрального Сочи Центральный район Центрального Сочи А здесь у нас по сути Это у нас какие районы? Это у нас Совокзальный район Это Центр Это район Новый Сочи Это район Мамайка Район Донская Макаренко, КСМ Это все относится вот к этому центру А уже у нас часть улицы Транспортная Ну, например, где я на Фабритуса Где у нас, например, район Светлана Бытха Район Приморья Благодать Мацеста, Измайловка Это все у нас уже относится к Хосинскому району Но про него мы отдельно снимем с вами видеоролик Сейчас мы с вами потихонечку преодолеем Смотрю там очень много у меня Огромное спасибо, что помощница у меня в это время Помогается, разрулить Отвечает на всевозможные комментарии На всевозможные вопросы И вот сейчас мы с вами Сейчас Сейчас мы с вами потихонечку Потихонечку Вот здесь доводят до ума у нас площадку Очень много было жалоб Я не пойму, откуда у нас пробка Когда все должны сидеть на этом долбаном карантине Откуда у нас пробка? Вот именно поэтому я не люблю жилой комплекс Огни Сочи И именно поэтому я немножко торможу перед жилым комплексом Паре-Горького Да, я понимаю, что Паре-Горького локация вроде хорошая Но для пешеходов, ребят Для пешеходов это рай Для автомобилистов это, мягко говоря, задница Для автомобилистов это будет санторная 45 топчика А здесь, да, конечно, хочется вот вышел вечером прогуляться Например, Наде больше подойдет жить в жилом комплексе Паре-Горького А мне, например, как автомобилисту По локации, по развязке больше подходит, например, санаторная Вот как бы так Поэтому везде есть свои плюсы Еще больше есть своих минусов Давайте еще раз про Сокол В Соколе есть хорошая территория придомовая Еще что-то туда заходить не буду Потому что там нужно всех ждать, вызванивать В общем, много чего нужно делать Действительно много чего нужно делать А здесь, как бы постараюсь вам чуть-чуть прям поменьше Кстати, сейчас я уже выкладываю ролик в Инстаграм Поэтому если вдруг кто-то хочет получить себе горячее предложение То я рекомендую подписаться в Инстаграме на меня Потому что в Инстаграме вы получаете информацию гораздо быстрее Например, я сегодня заснял квартирку Она уже у меня в Инстаграме появилась А видеоролик, скорее всего, появится только на следующий день Потому что очень много придется монтировать по времени Вы даже представить не можете Очень сложно будет Ну и вот у нас Самый умный на RAV4 И на Volkswagen Именно из-за этого и образуются такого рода пробки Больше всего я ненавижу это пробки Именно поэтому я становлюсь раздражительным И не бритым Знаете что, я думаю, что надо прервать Ну так мы встанем Я задолбался, что меня там все С правой стороны обгоняют Вот так-то я сделаю И все Потому что меня уже, чисто говорю, задолбали Все эти Ладно, как бы это выделена полоса для автобусов Ладно, там Если бы ехали там Ну таксисты, ладно Но когда едут там уже газелисты и тому подобное Все Будем распитывать хамов Все, сейчас быстренько до Огней Сочи И быстренько доедем до улицы Санаторная Там, где вы можете приобрести Жилой комплекс Шоколад Кстати, сдался Проблем в этом нет Вот, видите, буковка А Это с правой стороны дорога для автобусов Скажите, пожалуйста Откуда пробки в обед В обеденное время Ни с того, ни с сего Это жилой комплекс Парк Горького Идеальнейший вариант для отдыха Идеальный вариант для родителей И это тот случай Если вдруг у вас нет прав Если вы пешеход Вы можете в данном жилом комплексе жить И можете добраться До любой точки Города Сочи Даже на Красную Поляну Беспроблемно Не напрягаясь Действительно хороший Удачный жилой комплекс Удачное расположение Но на автомобиле Мягко говоря Здесь некомфортно проезжать Потому что всегда у нас здесь Несколько светофоров Образуются пробки Люди, в том числе Которые едут у нас в вокзальный район И вот ничего хорошего Да, вроде бы Маленькое расстояние Да, вроде бы Вот, кажется Мелочь, да Но мы с вами едем уже 20 минут К чему я вам это все говорю Да к тому, что В принципе В принципе Можно было за это время Уже доехать до Атлера За это время Можно было доехать до Гамыса Просто многие говорят Вот, Дагомыс далеко Ребят Дагомыс может быть далеко Но преодолеваете Расстояние с Дагомыса До центра Сочи Быстрее Чем, например С самого завокзального района И так далее Ну вот, вы смотрите Мы с вами едем И говорю У нас идеальнейшие условия И все равно Чувствуется, что Что-то неправильно происходит В этой жизни Пока пробки поеду Заправлюсь Поеду Заправлюсь Ну что Увидимся уже там Потому что долго будем ехать Не хочу показывать дорогу Ну, долго ехать Ну что, ребят Вот мы добрались До жилого комплекса Парь-Горького Действительно Тоже большой комплекс Который вырос По федеральному закону 214 Но, вот видите Все здесь в цепочках Никогда не подъехать Не разъехаться В общем Если здесь вы покупаете квартиру То надо брать парковку Без парковочного места Здесь ловить Ничего От слова Совсем Совсем И совсем нечего Из плюсов Что сделали дорогу Наконец-то Сторонним движением Потому что В двухстороннем движении Здесь просто нереально было Проехать Никогда в жизни Ну и Так в целом Как бы Не сказал бы Что это прям Сердце завокзального района Сердце завокзального района Это ареда Это скорее всего Больше Так Ну как бы Немножко уже ближе К Не знаю Ближе уже к улице Транспорта В любом случае 200 тысяч Безападат метр Если вдруг квартира Нужна для отдыха То не самая Лучшая локация Потому что Есть свои минусы А именно минусы В том заключается Что Ну как бы С тротуарами Здесь тяжело Вроде школа близко Но Ну как бы Не совсем то Что хочется Обзор у меня Квартир с ремонтом Есть в данном Жилом комплексе Но без ремонта Это нужно рассчитывать На цену В 200 тысяч рублей За квадрат 200 тысяч Здесь стоит Потому что Безопасное жилье Которое построилось По федеральному закону Весь 14 Оно стоит денег Есть магазин Пятерочка В общем Есть рядышком Старый фонд Ну так Не знаю Мне эта локация Не нравится Например Мне сейчас скажи Максим 200 тысяч рублей За квадратный метр Что бы ты взял Однозначно Я бы взял себе Все таки Жилой комплекс Сокол Пусть он дам Больше Как эконому И так далее Остров мечты Ну а если бы Приоритет был Все таки отдыхать То конечно же Вот за Вот мы с вами Посмотрели За 14 миллионов 75 квадратных метров В жилом комплексе Посидон Ну никто из вас не скажет Что Посидон Плохая локация Или плохая квартира Тем более Квартира тихенькая Хорошая Спокойная Все ребят Едем с вами дальше У нас остался Последний объект Который есть в центральном районе Который строится И построился И который у меня есть квартира По федеральным законам 214 Ну что ребят Давайте с парка Горького Мы с вами Ой с парка Горького Извиняюсь С жилого комплекса Огни Сочи Мы с вами сейчас Пройдемся До последнего объекта Объект который Находится у нас На улице Санаторной Это район Новый Сочи И посмотрим Что же там Такого интересного Мы с вами можем Приобрести Если будет отдел Продаж на месте То с большим удовольствием Сниму Все как положено И вот здесь Мы с вами сейчас Видим Кстати Вот Школу Где я здесь пробегался Блин Ну тоже Рельеф Оставляет Жает лучшего Не могу сказать Что прямо Комфортно Вот видите Здесь даже У нас Хоп с ребенком По тротуару Не могут подняться Идут по проезжей части В общем Кто говорит Что идеальное место Для жизни Ну он Мягко говоря Привирает У меня просто Транспортный Комфортнее ходить С коляской Чем здесь Например Вот вы видите Мужчина же не просто Так идет Навстречу С коляской По дороге Где должны Передвигаться Автомобилисты Мы сейчас С вами Быстренько Выйдем На Краснодарское Кольцо Почему не поехал Другую сторону Потому что Одностранное движение Мы сейчас Здесь разворачиваемся Поворачиваем Здесь направо Проедем мы С вами Мимо Жилого комплекса Альпика Плюс Тот самый Жилой комплекс Который Не может Получить документы Проедем Мы с вами Рядушком С Дагомысской Объект Который У нас Начался Строиться И Продавался Тосительно Дорого Ну и вот Тоже Это все Называет Завокзальный район Ну ребят Ну Что такое Завокзальный район Я думаю Что уже И Арида Это уже Далеко Арида Уже Мягко говоря Далеко А здесь Тем более Как бы Ты еще И не на Макаренко Ты еще Не на Транспортной И непонятно где Хотя Здесь У нас Есть Отельчик Маленький Который Называется Марианна И Многие Мои клиенты Которые Здесь Останавливались Они Оставались Довольные Они Говорили Что Хорошая Локация И так далее Когда я здесь Бегал Я понял Что Я точно Здесь То самое Плохое Место Где Я бы Выбирал Если бы Из расчета Что можно Пешочком Походить Погулять Здесь Гулять Особо Негде Одно Дело Когда вы Гуляете По курортному Проспекту Где там Все-таки Композиции Цветов И так далее А другое Дело Когда вы Гуляете Вот здесь Если мы Под низ Попадаем В микрорайон Макаренко Можно спокойно Доехать До Жилого Комплекса Лидер Можно Доехать До Жилого Комплекса Раз Два Три И Доехать До Жилого Комплекса Который Называется Южный Парк Южный Парк Еще раз Повторюсь Он пока Не получил Все Наближающие Документы Мы С вами Его Смотреть Не Будем Да И Застройщик Это Не Одобрит Опять С вами Покадаем На улице Нонскаем Вот У нас Торговый Центр Моримол Может Было Конечно Сделать По-другому Может Было Выехать На Дублер Курортов Проспекта Преодолеть Три Туннеля И Все Ну Я думаю Что Вам Не хочется Смотреть Эти Туннели Страшненькие Давайте Попробуем Проехаться По Кратчайшему Пути Но При этом Он Не Самый Разгруженный Я Думаю Что Через Час Будет Машин Поменьше Потому Что Будет У Нас Заработал Так Самый Комендантский Час Сегодня Мы С вами Уже Здесь Проезжались Все Едут В левом Ряду Но Я Например Лично Стараюсь Вот Когда ты Едешь По Донской Ехать В правом Ряду Потому Что В левом Ряду У тебя Могут Периодически Останавливаются 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 При этом Они будут Пробовать Через Две Сплошные Линии Либо Через Одну Сплошную Линию Попробовать Куда Нибудь Заехать Или Выехать Тихо Тихо Не Петляй Так Конечно Бардак На Донской У нас Жесткий Лютый На автобусах Становка Припаркованы Автомобилисты Ну Куда Без Этого Вот У нас Сейчас Лексус Разворачивается Через Поворачивается Через Вот И второй То Так Бардак Конечно Ты Не знаешь Чего Здесь Ждать Надо Брать Реальный Таран Вот Сплошная Линия Просто Берут И Поворачивают Разметка Как раз Сделана Для того Чтобы Не Образовывались Пробки Ребята Вот Именно Для Этого Сейчас Начнут Вот Там Просто Зачем Круг Нарезать Ну Зачем Ну Так Надо Куда Деваться Ты Выбрал Сей Такой Район Надо Смириться А В Курортном Городке Что Должны Через Клубы Прыгать Нет Конечно Правильно Здесь тоже Многие Любят Повернуть Налево Почему-то Видите Пробка Только У нас В одну Сторону Пробка Только В одну Сторону Тоже Обращается Очень Много Дома Приглашает 40 Миллионов У меня Люди Спрашивают За 4 За 40 За 4 Миллиона Спрашивают В пределах 40 Миллионов Столько Вариантов Есть Ну что Доедем И все И будем Подавать Эти итоги Ну В любом Случа Вот Мы Сейчас Едем В Шоколад Я Би Сказал Что Там Низкая Цена Ну Тоже Скажу Объект На Любителя Вот Видите Машины Припаркованы Припарковали Как У Придурки Из Этого У нас И Пробка И Образовалась Если Бы Нормально Были Припаркованы То Проехали Спокойно Потому Что Нет Никакого Там Ни Аварий Нет Ничего Согласны Что Мы Поэтому Автомобилисты Сами Гадят Сами Себе На голову Итак Шоколад Первый Этаж 54 Квадрат Метра 113 Тысяч За квадрат Цена Стоит 6 200 54 Квадрат Метра Тоже Такая Же Цена Если Берем 61 Квадратный Метр Будет стоить По 120 Тысяч Рублей За квадратный Метр И Это Все В черновом 29 Квадратных Метров Такой Скажем Вагон Будет стоить Будет стоить 4 Миллиона Рублей Ну Прям В прямом Смысле Вагон Поэтому Давайте Доедем Я тоже Шоколад Несколько Раз Снимал Шоколад Уникальный Объект Чтобы Вы понимали Его построили Три Человека Три Алкаша Устроили Потихонечку Варили Что делали И построили Представляете Втроем Построили Магвартирный Дом Круто Круто Ладно Давайте Мы с вами Все таки Доедем И уже Мне надо Немножко Поработать Потому что Много чего Сегодня для вас Понаделал Много чего Для вас Понаснимал Еще Надо Все это Смонтировать Гений Парковки Писит Мне Вот зачем Так припарковался Ты же Видишь Мне надо Поворачивать Задолбали 26 регион Не знаю Вот Ребята Вот 26 регион Вот Кто Зачем Вы Так Делаете У нас Что Риэлтора 26 региона Катается Вот Я не знаю Как люди Выбирают Таких Риэлторов Которые Даже Машину Не Можут Омыть Я Вот С Одним Риэлтором Это Мы Работали Коллега Был По работе Да Вот На Черной Какой-то Херни Ездил Я Ни разу Не Видел Машину Чистую Представляете Себе Ни разу Ни разу Не было Чистого Автомобиля У него Он Всегда Как бы Сам Ходил Потрепанный Как Бомж И машина У него Всегда Как Люди Еще С ним Что Вы Там Делаете Тихо Тихо Все Курят У нас Порхайте Госпожа Вас Не пропустят Все равно Потому Что Он Ед По Барабану Улица Санаторная Но Заезд Лучше Чем Парь Горького Тротуар Есть Но Опять Я Например Жилой Комплекс Шоколад Никак В жизни Не стал Убрать Потому Что В этом Бюджете Лучше Купить Жилой Комплекс Который Называется Бачаров Маяк А вот Например С левой Стороны Улица Санаторная 45 Вот Тут Есть Интересная Квартира 140 Квадрат Метров Недорого Стоит Там 18 Миллионов Если не Ошибаюсь Там Хороший Ремонт И Все Таки 140 Квадрат Метров Это 140 Квадрат Вот У нас Уже Виктория Продается Везде На каждом Шагу Вот Мне Не нравится Этот Закуток Если Например Санаторий На улице Санатория 45 На Автобусной остановке То Здесь Нам Еще Придется Пиндюхать Либо В гору Либо С горы Вот Люди Идут Счастливые Люди Счастливые 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 Как бы Любой Разумный Человек Лучше Купит Бочаров Маяк Вот Здесь Заезд Вот Бочаров Маяк Про Который Я вам Говорил И Вот Здесь Мы С вами Потихонечку Подъехали Потихонечку Мы С вами Подъехали К Дебилам Которым Останавливается Непонятно Непонятно Как Подъехали Мы С вами К Жилому Комплексу Который Называется Шоколад Тоже Большая Проблема С парковкой Само Собой Разумеется Без парковки Здесь Делать Нечего Но И Проблема В квартирах То Что Здесь Вагоны Ребят Вагоны Вагоны Еще раз Вагоны Но Мы Здесь Останавливаться С вами Не будем Потому Что Мы Даже Не Можем Припарковать Свой Автомобиль Поэтому Поэтому Что я могу Сказать Давайте Найдите Мои Видеоролики Если Вам Интересно Жилой Комплекс Шоколад Заезд Очень Плохой Вот Здесь Соответственно Какой-то Домик Вырос Никак В жизни Здесь Не было Здесь Получается Тоже Непонятно Как Здесь Можно Заехать Или Выехать Фигня Какая-то Ну Вот И Альтернатива Этому Жилому Комплексу Даже Дешевле Ценей Будет За квадратный Метр Притом Дом Будет Классом Выше Это Бачаров Маяк Тоже Недавно Прямо Снимал Обзор Недавно Показывал Квартиры Поэтому Не буду Я сейчас Забегать Бегать С камерой Ну Потому Что Ну Нет Смысла В любом Случа Объект Законный Здесь У меня Живут Мои Клиенты Притом Эти Клиенты Остались Довольны Вот С левой Стороны И с правой Стороны Жилой Комплекс Здесь Все равно Люди Могут Найти Парковочное Место Себе Периодически Это У нас Бегают Риэлтора Пытаются Что-либо Продать Вот В этом Месте Тоже У меня Есть Квартира Две Штуки Большие Квартиры Они Будут Стоит 16 Миллионов Рублей Они Будут С Попробуем Развернуться Здесь Можно Купить Недорого Парковочное Место Это Будет Парковочное Место Это Будет Полноценный Закрытый Паркинг Также Можно Купить Что-нибудь Типа Такого Ребят Вот Такой Гараж И Плюс Этого Гаража Заключается В том Что Вы Например Покупаете Один Гараж И В то же Время Убиваете Двух Зайцев Вы Ставите Например Один Автомобиль В гараж А Один Автомобиль Вы Получаете Ставите Перед Ним Вот Как Стоит На Короле Тем Самым Вы Платите За Одно Парковочное Место Но Всегда Обеспечены Двумя Полноценными Парковками Круто Круто Но Некоторые Машины Конечно Не вмещаются Смотрю Морда Торчит У машины Наверное Не вмещаются Хотя Нет Просто Не Припрыгивался Непонятно Как В общем Вот Этот Жилой Комплекс Бочаров Маяк Однозначно Интересный Жилой Комплекс Тем Более У него Интересная Цена За Квадратный Метр Давайте Сейчас Вам Ну До Море Так Скажу Дорогу Оставлять Жрать Лучше Вдоль Желез Дороги Наверное Девочка Не знает Что Сейчас Цены Стали Нереальные За Езду Без Без Номеров Минимальная Стоимость Квартиры Бочаров Маяк 5 Миллионов 800 Тысяч Минимальная Стоимость За Квадратный Метр 105 Тысяч Что Дешевле Чем В Жилом Комплексе Который Называется Шоколад Ну И Соответственно Там Нормальные Площади И Все Так Если Вам Нужна Квартира Большая Например 110 Квадратный Метров Я Рекомендую Здесь Тоже Посмотреться 110 Квадратный Метров Можно Купить Квартиру За 11 Миллионов 500 Тысяч Рублей Я Считаю Что Это Очень Хорошее Продолжение 90 Квадратных Метров Можно Купить За 10 300 Там Нормальные Большие Квартиры И Можно Купить Еще Есть Интересные Квартиры Которые По 75 Квадратных Метров Но Они За Квадратный Метр Дороже На Тринадцатом этаже 75 Квадратных Метров Это Обычная Двухкомнатная Квартира Может Стоить 8800 Также Можно 70 Квадратных Метров Купить За 8500 Какая Футболка Классная Не может Быть У девочки Спортсменок Такой Худенька Это Такая Футболка Красивая Ну Согласны Сама Точно Футболку Себе Сделала Вот Смотрите Ребят Улица Санатория 45 Пока Вот Я Нацелился Именно На Данный Объект Потому Что Большому Счету У него Хорошая Локация У него Хороший Планоценный Подземный Паркинг И Вот Здесь Дорога Нормальная Комфортная Даже Если Родители Приехали Они Могут Спокойно Здесь Стоит В общем Проблем Нет Единственное Что Здесь Конечно Тоже Целая Куча Бездарей Которые Вот Так Паркуются Как Придурки Я По-другому Никак Не могу Назвать Тех Людей Которые Подставляют Всех Вот Смотрите Вот Из-за Что Припарковались Непонятно Как Из-за Этого Сейчас И Образовалась Пробка Ну Это Же Ненормально Разумом То Нужно Понимать Что Ты Делаешь Что Плохое В Этой Долбанной Жизни Логично Логично Тоже Перед Пешеходным Переходом Да Припаркованно И По сути Конечно Вот Сейчас Если Ребенок Маленький Будет Идти Вот Посмотрите Ребят Вы Даже Не Увидите Но Это Не Проблема Сочи Это Не То Что Там Сочин Как Путин Там Плохой Там Капай Огородский Плохой Там Еще Это Мы же Сами С вами Так Мы Сами Ставим Машины Так Что Хрен Проедешь Мы Сами Ставим Так Автобусы Это Же От Нас Удет Блин Мне так Кажется Что Долгий Такой Будет Видеоролик Поэтому Все Давайте Будем С вами Заканчивать Ребят Вам Огромное Спасибо За Просмотр Если Понравился Данный Формат Видео Вы Узнали Все Объекты Которые Есть По Федеральному Закону 214 За Исключением Жилого Комплекса Туапсинский Жилого Комплекса Фазотрон Жилого Комплекса Ямайка В данной Локации Которые Есть Которые Строятся Которые Построены И Если Вдруг Хотите Хосинский Район И Адлеровский Район Я Рекомендую Вам Написать Комментарий Скажите Макс Давай Просто Макс Давай Хосинский Район В Хосинском Районе У нас Побольше Объектов Я Думаю Есть Даже Подоступнее Объекты Но Есть Конечно И Дороже Объекты Потому Что Светлана Тоже Хосинский Район Но Есть Там Еще Мацеста Там Где Можно Что Себе Вымутить Интересного И Есть У нас Сама Хоста Там Где Остаются Апартаменты Голубая Горка В общем Много Там Каких Объектов Есть Если Вдруг Данный Формат Нравится Чтобы Я Поехал На Машине Показывал Подвезные Пути Если Вам Такой Формат Заходит На Ауди Реально Одни Придурки Ездят Действительно На Ауди Ну Вот Как бы Пешеходный Переход Ну Какого Хрена Ты Здесь Так Стал Перед Пешеходным Переходом Какого Зачем Вот так Стоять Даже Я себе Не позволяю Так Стоять Здесь Парковка Есть Ну Ну Конечно Же Вот Если Мы Берем С вами Шоколад Или Почаров Маяк Вот По такой Дороге Вы Спокойно По Плавному Медленному Серпантину Вы Можете Доехать До Парка Ривьеры До Самого Центра До Улицы Можете Доехать Конституции Там Можете Выехать На Улицу Тонская Там Можете Выехать На Улицу Винограду В обратную Сторону Там Вы Можете Пасть На Мамайку В общем Все Что Вашей Душеньке Угодно Ну Как бы Так Все Ребята Сейчас Я Где Нибудь Припаркуюсь Буду Снимать Камеру С капота Если Вдруг Вам Зашел Данный Формат Видео Если Вам Понравилось Как Паркуются Водители Такси На Пешеходном Переходе Прожимайте Жирнейший Лайк Ну И Конечно Если Нужен Чтобы Я Снял Для Вас Хостинский Район Также Напишите Либо Напишите Макс Сними Просто Жилые Комплексы Но Дорогу И Твои Дебильные Объяснения Нам Не Нужны Можете Так Написать Я Не Обижусь Я Нормально К этому Отношусь Понимаете Я Понимаю Что Я Должен Сделать Так Как Будет Удобно Вам Офигенно Видели Какие Маневры Сделал Офигенно Фу Блин Фу Нафиг Все Ребят Вам Всем Добра И Ребят Пока